Вышла очередная разоблачающая статья о деятельности Игнатия Лапкина и его общины. Видно, что автор статьи посвятил немало дней своей работе. Посмотрим, что скажет Игнатий Тихонович в своё оправдание. Хотя результат известен. Опять всё молоко. Похоже, не родился ещё обвинитель Лапкину. А так катилось бы. Ведь каждому понятно, что-то не так у этих лапкинцев. Когда же, наконец, Барнаульской епархии и РПЦ обратят внимание на секту Игнатия Лапкина и дадут ей каноническую оценку и правоохранительные органы, и судебные власти дадут правовую оценку призывом Лапкина передачи части территории России с определенным странам. То есть вы что, страну продаёте ещё там? Ну да. Оп, там и в розницу. Вот сижу здесь, даже не бывая на улице целую неделю, да больше там, и знать не знаю. Оказывается, уже торгую. И главное, откуда у них средства есть? Всех интересует. Я и сам не знаю по сегодняшний день. Серьёзно? Средства, да. Средства, чё? Там же ролики, кстати, собирали полгода средства на поездку-то. Люди же все видны. Чё, ерундой заниматься? Да куда мы можем было бы ответить? Сейчас мне говорят, а нельзя ли их найти да по скайпу? Я им уже двоим дал поручение. Соболев там и Сорокин, которые говорят. Поищите, где они эти люди-то, но никого нигде нету. Вот эти, которые коптом резают голову, а они стоят открытые лица, пустынное место, видно море, и которые палачи-то режут, все под самые глаза завязаны. Кого они боятся-то? Это ясно и говорит о том, что это люди без имени. Эти люди бесчестные. Они боятся сами себя. Лапкинцы, подобно сектантам, проповедуют в кавычках на вокзале, на Зойлево пристают к людям. Особо в таких антицерковных вылазках, профанирующих и позорящих православие отличился Игорь Тугунов. Ну тут и говорить нечего. Главное, собирались в епархии уже три года. Кемеровская епархия под меня копали. Ничем закончили. А Тульская епархия ни слова не сказали. А вот вопрос, Игнатий Тихонович, я одного не понимаю. Вы знаток апостольских правил, устава и Вселенских соборов. Вы часто нещадно притекуете священников и священноначалий Московской Периархии. Часто справедливо, а иногда несправедливо. За различные нарушения. И тут такое. Вот не поверю, что вы не знаете 65-е апостольское правило. О чем гласит правило? Ну о чем оно гласит-то? Правило-то. Не молиться стереотиками. Хорошо, давайте мы совершим молитву и братья поездки, если они так спешат. Я не буду настаивать. Давайте, давайте вы тоже. Молитесь, пожалуйста. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, умершего на наши грехи и любящего нас безмерной любовью. Ты проложил наш путь к тысячам сердец и довел до этого места. Ты напомнил сердце нашей радостью, что дети Твои откликаются на просьбу нуждающихся. Хвала Тебе. Благослови нас в этот путь. Устрои предстоящие встречи. И пошли мир и любовь к находящимся здесь. Положи на сердце каждому, а заботись о своей душе. Ибо великие грядут испытания, как свидетельствуют в Дух Божий. Чтобы дети Твои не унывали, зная, что все это от Тебя. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сердеками не молиться. А они смысла не понимают. Я говорю, пророк Илья молился сваловыми жрецами или нет? Он голову отрубал им. А они были рядом. Они на его молитву могли Аминь говорить и все. Ну вы же с ними не молитесь. Вы же по-своему, а они по-своему молятся. Конечно. Я у них был там, где я жил. У них, где меня дали... У меня негде было ночевать. Я там жил года полтора. И брат мой там был. Я искал людей, у которых жил. И они были здесь, попросили благословения на дорогу. Они не понимают, что молиться нельзя середиками, когда они проповедуют ересь. Ересь не поддерживают. А я пришел, они молятся, Отец и Наши. Еще. Это не моя молитва. Смешно даже. Так можно патриарха уже давно извергнуть. Он у Папы Римского под благословение подходит. Алфеев Иларион. Такое, значит, красным выделено. В какой-то такой зарубежной церкви относятся люди из деревни Потеряевка. Епископ Евтихий Гурочкин давно покинул РПЦЗ. И в данное время он архиерей на покое патриархийной церкви РПЦЗМП. То есть люди не понимают, какое отношение вы имеете к церкви, если вы зарубежная церковь. Но Конто у нас был архиереем, когда был домодедовским у патриарха Кирилла. И он поставленный был за всеми этими приходами. Нам нужно наблюдать. Ну, как епископ был и все. Пока 5 лет ему было оставлено. Он там в московской патриархии был. Определенно в числе епископов. Викарный епископ патриарха Кирилла. Но это говорить нечего. Я, интересно, статью эту увидел. Не такую, а подобную. А там проректор, академик. Вот. Он принес статью, я говорю, какая она, хорошая или нет. Он говорит, не поймешь, что пишет, говорит. Но то, что вас, говорит, они продергивают вот так, это уже чего-то стоите вы. А от них похвалу, от этих получить, это порицание. Если, говорит, тебя враг хвалит, подумай, какую глупость ты сделал. А тут ясно, что они от имени кого-то, якобы за патриархию, они знать не знают. Я тружусь для патриархии больше полвека. Я могу конкретно показать дела. Говорят, покажи веру твою без дела, я покажу и сделаю. Я покажу не кого-то, а людей, которые пришли с сектантом. Какой же сектант-то? Как один батюшка мне понравилась, Нижегородский-то. И он говорит, ну, ему говорят, вот как там отец Сергий узнать-то? Он говорит, а вы определите, вот он трудится, бывают люди приходят. Да куда он их приводит? В патриархию, ну и что вам еще нужно, куда? Он мимо дома не пронес, принес домой. Ко мне-то, главное, они еще не могут сказать, так одежда не такая, архиерея, не той одежды. Так они не знают, что это одежда у меня подарена, у меня и такой даже нету. А я смотрю, дальше сниже фотографии опускаюсь, смотрю, там батюшка в пальтишке еще 70-х годов. Я говорю, надо и отца, и Акима под анафему тоже, у него пальто старое. Тогда на православном ли говорить, когда все житья говорят, что люди ходили в лохмотьях, спасались, а тут нормальное одеяние-то? Ну, могут сказать еще там баптисты, понятно, что любят шикарный галстук, а в православных это вообще норма. Интересно. Ну, видно, что люди, составляя вот этот вот анонс, ведь они один день работали. Тут прямо у него... Это сколько надо роликов пересмотреть, чтобы выбрать все, подобрать. Я знаете, что хочу сказать? Вот эта вот статья, по большей части, вам рекламу хорошую сделает. Так. Вот мне сейчас написали, говорит, Соболев, я вам-то скину их, что они мне говорят тут. От какую рекламу-то вам дают-то? Я говорю, а мне думают даже ни то, ни другое некогда. И вот показывают у нас в храме, посмотри, какой видно потолок, сказать нечего. А это украинская мазанка такая, мазанка. Ну, какая же мазанка-то? Храм. И там служит архиерея. Они ни на что не смотрят. А теперь же под архиерея копают-то. Куда он смотрит-то? Что он... Архиерей-то сказал, не сказал про ереси, а по интернету отвечает. Так это он-то не сказал. Говорит, Игнатий ему сказал про ереси патриархии. Я что, я скрывать не буду греха таить, что... У меня тоже возникают иной раз. Вот у меня, допустим, возникнет там на священников там что-нибудь. О, опять, думаю, опять. И все, я прям... Это самое... А утром просыпаюсь, о, мой дорогой, Игнатий, дорогой мой, все. И у меня раз, это ушло куда-то. Вот это, знаете, обострение. Оно возникает. Оно у людей, конечно, возникает. Потому что в человеческом обществе не принято вот так вот рубить, как говорится, с этого... С плеча, да? Да, с плеча рубить. Да я что рублю-то? Я по Писанию смотрю. И беру все выражения оттуда. Злодействуют, злодеи, злодейские. Речь-то идет о ком? Тех, которые воспевают славу праведному. Я вот сейчас выставлю где-то ролики, эти темы я объясняю. Тут у меня на беседе были люди. Я ничего, что-то мне нравится. Они там смотрят. Мы все испортили в церкви-то. И Витя поет там на многое, что мы не видим в храме. Ты послушай, какие слова-то божественные. А вот он сказал. У меня родная моя сестра, Ирина Тихоновна. Она работала в епархии бухгалтером. Новосибирская. Тогда Новосибирск, Алтайский край, Кемерово, Красноярский край. Тува, это была одна епархия такая. А сегодня там архиереев, наверное, 10 или 15. И вот ей, тогда был секретарь, пивоваров отец Александр, кандидат богословских наук. Чудный проповедник, Божьей милостью. И он ей дал, говорит, у нас собрание тут епархальное будет. Ирина, подготовь мне про священников, что там, по сифонии. Ну, она сколько занималась, пришла к батюшке и стоит. Он говорит, ну что? Она показывает там тетрадку. Батюшка, а я во всей Библии ничего хорошего так и не нашла про священников. То есть нету ничего. Он говорит, что есть, то и будем говорить. А когда первый раз у них был Генрих, это отец Геннадий Фасов, ну Генрих еще был. И он ему предложил слово и говорит, тебе бояться некого, ты не дьякон, не священник. Давай, говори матку правду всю. Чего ты о нас думаешь? А он же в то время был преподаватель Томского университета только, да и воспитание такое. Но он его все-таки побудил. Давай, он говорит, ну если уже спрашивать, я скажу больше всего, что меня удивило. Ну он так, а я-то беру просто местописание, представляю, пусть они объяснят, что я не прав, согласно Слову Божию, пусть. Вот мы идем с отцом Иоанном Суворовым, он у вас был. Идем на занятия в университет, ну тут недалеко, километр три. И он мне говорит, вот эта притча о милосердном саморенении, почему Иисус Христос вывел самым отрицательным героем именно священника. Лежит израненный иудей. Он священник. Священники одновременно были и врачи, как книга Левит говорит. Почему он даже не остановился-то? Если бы Христос указал, что это был какой-то сотник, там, тут бы еще понятно было. Но идет именно иудей, призванный наблюдать за народом, за ранами лечить, и даже не тормознул. Я говорю, наверное, Христос знал не хуже нашего, что это за священство. Вот меня спрашивают про сейчас какая-то автономная апостольская церковь православная. Сегодня там данные скинули. Рукоположение у них проверенное, дескать, хорошее, православное, ну тоже по сайту. Ну и я давай проверять, кто рукополагал. Они вот это вот так, то это, такое-то, такое-то. И, наконец, Денисенко Филарет, который у них патриархом-то. Так он извержен из сана, он уже под анафемой был. Кого он мог рукополагать-то? Я говорю, вот у вас где разрыв-то. А остальные-то уже не имеют значения. Замолчали, пока ответа никакого нет. Он анафеме предан. Тем же самым синодом он надеялся, что будет патриархом. Их три кандидатуры после смерти Пимена было-то. А он набрал меньше всех. Набрал 66, кажется, а Ридигер, Алексей-то, набрал 191. Его избрали. А он накануне пошел в КГБ. И где он там это? Донос это делал. Они говорят, ну, как-то помогите. Они говорят, сейчас мы никакой помощи оказать не можем. Кто больше голосов наберет? Его обвиняют в КГБ. Это все написано в Википедии. Денисенко Филарет, зарядите только. Он говорит, ни одного архиерея не было, который не был бы пропущен через КГБ. Все до одного ставленники КГБ. И поэтому мне отрицать, зачем отрицать, когда это будет неправда? Это действительно так. Сейчас виленский митрополит в Литве от патриархии. Хризастом. И он об этом говорит. Да, я сотрудничал. Такая-то у меня кличка была. Ну, это мне ничего задрительно. Нет, тогда было время такое. Признайся ты и раскаясь. Что там? Ничего сложного. Я думаю, люди не осудят. Наоборот, люди простят. А вот это вот сейчас, как бы в православии, оно принято покрывать. Вот это особенно вот, я вот смотрю, за это вот, видимо, и восстают многие люди, когда вы начинаете о священниках говорить. Потому что человек приносит священнику, как бы, свои внутренности, свои мироощущения. Понимаете? А вы его разоблачаете, вы его принижаете и ни во что ставите. Человек его, вроде как, возвышает до некуда, а вы его опускаете до некуда. И тут вот это вот людей больше всего возмущает. Мне спрашивает отец Иоанн однажды. И говорит, вы знаете хоть одного архиерея, который не брал бы поборы? Вот он берет с собой там компанию, там, свиту, едет. И везде все это дай, 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 дай. Я говорю, знаю. Кого? Я говорю, Евтихий Курочкин, который у нас был архиерея, у него даже носков не было. Он приезжает, ни рубля не спросит. Отец Аким сам там дает продуктами, там, деньги, как, и все. Он у нас был не два, не три дня, 13 лет. И он ушел. У него и сейчас ничего нету, ничего. А почему? А вот Бог нам такого и дал. Самый бедный, самый бессеребренник. А они, другие, а вот другие, другого нам Бог и не дал. Он видит, какие мы, такого и дал. Что непонятно-то? Ты прислушаешь, что я говорю, с какой целью? У меня цель одна, чтобы люди спаслись. Чтобы при жизни они полюбили Господа нашего Иисуса Христа. А я говорил они правду. Все пророки говорят об этом. Самые строгие и гневные слова у Бога. И живьем в ад только священников отправил. Дафан, Аверона и Корея. Только священников. Я это привожу к примеру. Это были образы для нас написаны. Смотрите. Сыновья Ильи, которых Бог убил за то, что неблагоговейно служили. Убил. Я не придумываю ни одного слова. Я мотивирую это в Духу Святому. В Новом Завете, 20 глава, 29 стих, Деяния апостолов. Говорит, лютые волки, нещадящие стадо. Слово лютые волки один раз в Библии встречается. И только к священникам и к епископам. Что я говорю? И то, что они не крестят, они убивают их. Они, люди этих, не ощущают, а скверняют. Они их выбрасывают, как абортированных. Я говорил и говорить об этом буду. Если бы я неправильно говорил, зачем патриарх России II поддержал меня? Я его засыпал этими посланиями. Наконец он говорит крестить только в полное погружение. Алфеев сейчас, Иларион говорит, в полное погружение. Мы во всех соборных документах говорим о том, что крещение должно быть именно в три погружения. И не просто окропление или обливание. А я вот этими руками печатал и печатал 50 лет. Рассылал всем архиереям-то. У меня есть что показать. Во многих местах строят купели. Мало того, священники построят и ко мне посылают посыльного, чтобы сказать, что мы построили. Я говорю, да вы Богу говорите, а не мне. А я мирянин, всего лишь мирянин. Я никто. Но у меня есть одно качество, которого они не знают. Не лгать, никогда и нигде не лгать. И никого не бояться. Я выпросил у Бога этот дар. И стараюсь нигде моего Господа не подвести. Так сказал мой Господь. И все. Любимый мой пророк Еремей и Михей. Так говорит Господь Бог. А остальное меня уже не касается. Я сказал, а ты как хочешь. Два раза тебе могу сказать, а третий раз отвращусь. Я этим живу. Мне ни разу никто не сказал, говорит, а не делает. Это нельзя сказать. Это будет неправда. Вот сейчас прибегает одна Александра Михайловна. Принесла пареную тыкву. А у нас с Володей ничего нет. С утра мы знаем, что мы не завтракали. О, я позавтракал. У меня судороги все у меня стянулись. Поэтому сегодня первую ночь поспал, вчера поел. Поэтому. И она принесла. Маленько погодя, приходит, кто-то стучится в дверь. Надежда Васильевна из овса вышимки сделала. И видите, теплое это. Уже принесла. Понимаешь, не знаешь, откуда что придет. Так и с деньгами. Первую книжку, стихов выкупить у меня нету ничего. Только молитва и язык. И все спрашивают, а где деньги возьмете? Понятия не имею. Я с кем рассказываю? И вдруг стук в дверь. А мне после обеда идти? Заходит человек. Вам деньги нужны. А в руках маленький саквояжик. Одно условие, чтобы никто никогда не знал, что я у вас был. Я знаю, я православный. И к вам относятся как. И он тут же дал деньги, а пошел и выкупил книгу. Это дал. Просто так дал. Вот и все. Иногда просто люди незнакомые по интернету говорят. Ну вот у вас сейчас деньги, вы книги издаете, можно переслать? Нельзя, я книги не издаю. Мне нужны труженики, чтобы оставшиеся в Калуге книги развезли там. За каждые 10 экземпляров комплект один бесплатно берете. А это 21 тысяча. Ну вот видите, а вот тут опять обращаясь к статье, а тут вот пишется совершенно обратно. Ставится вопрос такой. Куда обратиться? Попытайтесь обратиться к руководству Барнаульской епархии РПТ, а также к правоохранительные органы. Это тоталитарная секта, обирающая людей до нитки. Если бы он был здесь, я бы подал за него 129-я статья, часть 2-я, клевета, подрыв авторитета. И ни один не выйдет без наказания. Это срок, это уже уголовная статья. Но они, ну, демоны. Демоны, без имени, ни лица нет. А с кем я буду разговаривать? Мы только посмеялись. Это значит ничего, за нами нет. Зачем бы они придумывали-то? Если бы было, они бы тут наговорили. Он скажет, ты тоталитарная секта. Я бы пришел решение суда, уже был суд. И спрашиваю, что тоталитарная-то нет. Та-та-та-та-та-та, и не знают, что сказать-то. Ну, откройте с товар и посмотрите. Не знаете, у Дворкина спросите Александра Леонидовича. Это означает, что у людей отнимается свободу передвижения. Свободу распоряжаться средствами. Ну, ты понимаешь, нет. Везде, всюду. Ну, что-то есть этого, конечно, нет. Вот помолились, и все разошлись на неделю, на две, на три. Ну, а вот пишут, значит, видимо, жалуется мама Жанна на то, что Виктор зовет ее в потеряевку. Если она не дает благословения, допустим, как быть, есть правила какие-то, вот, если родители не благословляют? Есть, есть. В первую очередь, если считать по вере, как мы смотрели, мать-то она, ну, слабенькая, совсем никакая. И теперь дочери 24 года. Она просит ей благословения, она не идет дальше-то, что? Вот пусть они решают. Писание прямо об этом говорит, что родители не пренебрегайте. А она не может ничего сказать-то. Во-первых, на ложном постулате. А ты куда поешь керетикам? Так это не относится к ним. То есть запрещение у ней керетикам, а мы не эритики. Она совершенно не по делу. Допустим, я дочь свою никогда не отдам за бандита. Ну, правильно, чего она, мать, будет отдавать за бандита? А чего ради вы решили, что Виктор бандит? А там умалишенным называют, психически больным. Это не о нем речь идет, а о выдуманном каком-то человеке. К Виктору это никак не относится. Он служил в армии, работает учителем. Про ваши пирские ездят. Какой он сумасшедший-то? Виктор сумасшедший, он даже не знает. Да нет, ну, в конце концов, сказано же в Писании, кто скажет, набраться своего рака, тот подлежит ей не овленной. Тут уж совсем загнули. Нельзя же называть безумцем брата своего. Загнули. Мне как-то говорили, а я же когда судим был, то проверяют судебная экспертиза. У меня документ, если в книге, для слова Божия, нет уз, помещен, какого числа проверял. Меня специально вызывали профессора с Москвы, из сербского института. Это главный психиатрический анализ страны. Мазур Аарон Моисеевич приехал. Не надо говорить, кто приехал. И у меня справка отличная. Как я вел, никому не приставал, бесстрашно с преступниками беседовал, призывал их к покаянию. Теплый, ненавязчивый характер. То есть там отличная. Я говорю, я-то проверенный-то, я нормальный-то. А вы обвиняете, у вас справки никакой нет. Вас проверить сначала надо-то. Судя по обвинению, об вас нельзя сказать то, что обо мне сказано. Я их никого не обвиняю ни разу. Да еще буду обвинять. Мне некогда этим заниматься. Идет великий пост. Вот эти, которые писали, это они везде без имени, в первую очередь. Это анонимка. А анонимка, законодательство принято, к рассмотрению не принимается. Это Дума приняла главный документ. А что рассматривать? Тут же аргументов никаких нет. Тут пустышка одна. Ну, интересно так. Мы сейчас с Володей сидели, считались, смеялись. Ну, надо же, что они проповедуют в вагонах. Нельзя, это по-сектански. Там мы собрались, решаем, кому разрешить приехать. И тоже это отрицательно. А положительно ничего нигде не нашли. Нету. Я зря прожил на земле. Вот человек, который написал статью, он о себе никаких данных не дает, информации никакой, да? А может быть, это один человек, может быть, демон просто зашел и все. У него ни имени, ничего нету. Я другой раз думаю, просто кажется, черт роган. Ну, а что, а у них есть такие полномочия демонов, они же в интернете тоже могут там это... Они все могут. Они могут кости динозавра бросить и доказать, что это бывший человек. Они все могут делать. Они НЛО показывают, а на самом деле это демоны. А потом спустятся и посадят своего Машиаха в Иерусалимском храме. Сегодня понимают, внеземная цивилизация. Апостол Павел говорит, князя, господствующего в воздухе. И мы что, только помолились и поблагодарили Бога, что за нами ничего этого нету. И не может быть. Я у кого-то там что-то снял или отнял. Ну, кому-то ты приезжай, приехай сюда и скажи. Люди будут животы надрывать, хохотать. Вы хоть о ком говорите-то знаете или нет? Вот меня Бог на это избрал, чтобы посрамить их всех, корыстолюбцев. В Америке мне не могли мороженого скормить и рваные мои носки заменить. Я им сколько огорчений-то принес. Я не могу это сделать. У меня носки все на 10 заплат заплатаны. Носки, не говоря про другое. И меня Бог избрал на это. Через мои руки проходят средства. Немалое было, когда книги издавал. Речь идет о миллионах. И ни одной копейки, ни одной, ни одного цента в мой рот не попало. Да, было, что оставались деньги. Я в течение одного дня старался найти более нуждающихся. Многодетные там кому-то, приезжие. И деньги уходили по тому руслу. У них нет ничего. Им надо радоваться, что мы живые еще. Нам есть что показать. А у них ничего нет, кроме черной страшной зависти. Зависти. Представь, у меня нет никакого образования. Никакого. Гуманитарного, недуховного. Слушают архиерея, обращаются, приходят на свидания, приезжают. Я говорю, у тебя образование, все. В чем дело-то? Значит, он что-то находит. Я думаю, что если бы приехал патриарх, то мы бы нашли общий язык с ним. Да. Это замечательно, когда нас поносят. Написано, блаженны вы, когда имя ваше понесут как неугодное. Вам дано не только веровать, но и страдать. И все это сходится на тех, кого гонят. Власти обращать. Это сергианские выродки. Властям. Ну, власть что, я у властей был. По ведомству КГБ два раза проходил. И ко мне отношений нет никакого. Приехал полковник КГБ, и меня домой на своей машине черной вывез из тюрьмы и домой привез. Во как. Я потом приезжал, книги покупал. Вот они поносят, там называют от сатаны и проще. А я в это время молюсь Богу, и люди приходят ко Христу. Они хулят Духа Святого, почти наверняка. Им покаяния никакого не будет. А они видят, что это невозможно. Преступник, с которым нельзя было разговаривать, он кается. Иисуса называет Господом, написано, никто не назовет, как только Духом Святым. Тут спрашивают даже и не о чем. Это я позавчера, я потом попозже скину переписку в Мейл.ру. Мне один пишет, я ему пишу, да он, я говорю, Лапкин тысячу людей привел к Богу. А он говорит, а к какому Богу он их привел? К какому Богу теперь проще? А вы спросите, сколько людей здесь, которые находятся в храме, пришли через занятия в университетах. Я могу, говорит, показать веру мою и сделал мою. Это Бог делает. Все ищи, поливающи ничто. Я тебе ничего не присваиваю. У меня нет, у меня не о чем даже и гордиться. А гордыня, прелесть, гордыня, прелесть. Сопрели в этой прелести. Я за ними ни за одним не смотрю. Я просто говорю, что овцы должны знать своего пастыря. И они должны их пасти. А они овцы разбрелись, и никто их не пасет. Да. Что там? По плодам. Нам Христос оставил одно утверждение. По плодам, как вы знаете, о плоду. А мы вот смотрим на плоды вот этого писальщика, вот что написал вот этот писанин. Вот его плод, его жизнь, его такая многодневная работа. Ну, понимаете, у них биографию никто считать не будет. А по моей биографии ставят фильмы. Один вопрос, не я же и ставлю-то. И фильм занимает не какое-то, а первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм обо мне, Златоусы с Потеряйки, занимает первое место в России. Документальные фильмы о православии. И когда присудили премию, призуждали, три епископа только московской патриархии там было. Профессора ВГИКа. Ну, покажите подобное где-то. Я до конца отмахивался, не хочу, не хочу. Никаких, все равно фильм сняли. Моя жизнь, значит, не такая, как ваша. Зачем бы интересовались ей люди, которые знать не знают? У них нет ничего сказать. Ничего нету. Они не могут показать ничего абсолютно. А пускай у меня посмотрят книги выставлены, видеоролики, я беседую, ни перед кем не кривлю, никого не боюсь. Я свидетельствую, как в пророческом духе. Так сказал Господь Бог. И прецитирую, какие места. Это канон. У них нет ничего, они просто бешеные волки нападают. Ну и что? Они понесут свое, я свое. Называется статья предатель анафемии богоборца. Продолжение следует...